Уже с 8 утра на территории Волгинского Датсана было многолюдно. В этом году, 24 сентября, особенный день для буддистов. В день рождения Хамбу-Ламу и Тигелова приехали со всех уголков России, разных районов Бурятии. Километровая очередь, чтобы увидеть и поклониться нетленному телу. Виктор Бикетов с семьей приехал из Воронежа, специально, чтобы воочию увидеть Хамбу-Ламу и Тигелова. Необычное же явление, правда, до серии неизвестной науки. В чем проблема, никто не знает. Человек живой, наука и доказана, медицина это доказала. Возможно, святой, по современным нашим критериям, так сказать, церкви и Датсана, всего этого. Ну, хотим как бы прикоснуться к этому, к этой ситуации, что ли. Феномену. Да, к этому феномену. Параллельно о феномене можно было узнать, посмотрев фильм «Послание Хамбу-Ламу и Тигелова». В галерее искусств народов Азии 20-минутную ленту представили всем желающим. Торжественное открытие буддийского праздника длилось больше часа. Несмотря на холодную погоду, народ на стадионе все же постепенно собирался. Ламы говорят, четвертый лунный день второго осеннего месяца. Единственный день в году, когда можно подарить радость Хамболаме и Тигелову. Если мы в течение года все мы приходим, просим, да, многие наши верующие просят помощи, но именно в этот день можно прийти, обрадовать нашего учителя. Творцы, ученики, всадники наши, да, они должны своим умением показать свою удаль и обрадовать всех, в том числе нас, да. И Тигеловские соревнования, борьба, стрельба из лука, скачки собрали все датсаны буддийской традиционной Сангхи России. Присутствующих поздравил с открытием глава Бурятии Алексей Циденов. Благодарны Хамболаме за ту его миссию, которую он реализует, продвигая культуру, продвигая духовные ценности, продвигая здоровый образ жизни. И пусть в этих играх победит сильнейший. Соревнования длились один день. Кстати, ближе к обеду из-за туч на территории Волгинского датсана выглянуло солнце. Возможно, буддистам удалось обрадовать Хамболаму Дашидаржо и Тигелова. Дарья Белоусова, Сергей Петров, Новости дня.